здравствуйте друзья я хочу сегодня рассказать про коронавирус точнее лично про коронавирус ничего могу не могу рассказать это обычный вирус просто немножечко другая антигенная структура и более агрессивное поведение в теле человека но мы с вами точно должны знать как защищаться от любой вирусной инфекции и я должна сказать что начинать надо было не в тот момент когда все в мире трубят о коронавирусе а в тот момент как вы только начинаете понимать что здоровье на самом деле хрупкая и им нужно заниматься нет такого понятия отдельная иммунная система отдельно от организма человека иммунная система это совокупность клеток и эти клетки хотят есть они хотят пить они хотят не иметь никаких дефицитов они хотят жить как нормальные люди соответственно невозможно заниматься своим иммунитетом когда уже трубят о том что у нас какая-то очередная эпидемия об этом нужно было думать несколько раньше когда говорю о об иммунитете я всегда об этом думаю то есть нам нужно поместить свои клеточки поместить себя в очень благоприятные условия при которых иммунная система чувствует себя нормально а это суточная норма белка помните что все антитела все пока процессы фагоцитоза фагоцитоза а они связаны с тем что обязательно расходный материал должен быть а это белок поэтому если вы сидите только на салатикам у вас нет никакой возможности нормально настроить деятельность своей иммунной системы суточная норма белка от 1 грамм белка на каждый килограмм веса для мужчин 1,2 грамма белка на каждый килограмм веса это нормально это то что позволит не только иммунную систему воспитать но и мышечную массу костную ткань и так далее следующий момент очень важный наша иммунная система это бесконечные ферментативные взаимодействия и есть 4 5 наверное три витамина и два основных минерала которые делают нульвиную долю всех дел в иммунной системе это витамин а е-с как мощные антиоксиданты помните что каждый воспалительный процесс он как бы раздувается свободно радикальным процессом цинксилен это тоже мощнейшие уже минералы которые обладают противо эффектом ловли свободных радикалов вот эти вот вещи они обязательно должны быть в организме и не только в период когда все плохо сколько в период когда все хорошо то есть это работа строительство фундамента это первый момент который я хоть я всегда всем говорю бесполезно заниматься иммунитетом когда все плохо надо заниматься когда все хорошо но вдруг вот сейчас все плохо и вы чувствуете на себе первые признаки вирусной инфекции здесь надо очень быстро сработать потому что вирусную и репликацию вирусов ее можно оборвать можно это сделать с помощью трав я их очень люблю а точнее это даже не трава это кора кора муравьиного дерева заметили что где растет вот это муравьи муравьи дерево там не лишайники не растут не грибы не грибы ничего там не растет даже насекомые там не не водятся вот и выяснилось что кора муравьиного дерева а именно комбиальная прослойка не древесина не собственная кора а именно комбиальная прослойка обладает шикарным противовирусным противогрибковый и противобактериальным свойством и собственно я уже лет не знаю 10 11 это свойство эксплуатирует всегда со мной баночка подарка по ударка коры муравьиного дерева и как только вы чувствуете первые признаки инфекции скушать две капсулки подождите два часа еще две капсулки подойдет подождите два часа еще две капсулки так за первые сутки у вас уйдет ну не знаю там допустим если вы восемь часов бодрствовали 8 на 2 16 капсул подарка этого будет достаточно чтобы на следующий день вы проснулись уже с оборванной репликации вирусов то есть количество вирусов за эти сутки за эту ночь у вас не будет увеличиваться и вы просто не разболеетесь а это очень важно если вы хотите чтобы подарка сработала еще быстрее сделайте ее запейте и в запаренном виде тогда действительно быстрее работает и просто может быть это не так вкусно как желатиновые капсулы съел и забыл что еще витамин c витамин c очень сильно это очень сильно расходуется при вирусных инфекциях потому что любая вирусная инфекция это в том числе и стрессовая ситуация для организма стрессовые гормоны тоже расходуют витамин c поэтому пожалуйста используйте витамин c в больших дозировках я больше пяти грамм не даю но я действительно рекомендую большие дозировки поэтому вместе с подарка одну таблеточку витамина c используйте витамин c у меня по нему тоже есть подсказки во-первых он должен быть защищен флавоноидами биофлавоноидами если вы держите в руках витамин c где только аскорбиновая кислота это не ваш витамин c но если там есть биофлавоноиды цитрусовые или гисперидин рутин и так далее ну то есть это хилатирующие моменты то это точно ваш витамин c еще такой момент нужна дозировка но я использую граммовый витамин c производства nsp потому что он хитрый он очень хитрый он слоистый то есть он сделан так что не сразу весь витамин c выходит в кровь а слой за слоем слой за слоем получается если даже одну таблеточку выпила витамина c производства nsp я под защитой целую целые сутки вот а если выпить не слоистый не пролонгированный витамин c допустим грамм сразу грамм 500 миллиграмм 500 идет в кровоток и занимается своими делами а миллиграмм 500 еще оставшиеся 500 они не успевают метаболизироваться клетки ткани не успевают им воспользоваться вы просто выписите поэтому если вы не не слоистый используйте витамин c больше 500 500 миллиграмм в одной капсуле тогда не имеет смысла если слоистый можете граммовый использовать это очень хорошо что еще нужно делать конечно нужно делать дезинтоксикацию те вирусы которые уже начинают травмировать ваши клеточки они приводят приводят к образованию большого количества токсинов поэтому самый умный способ это бесконечно попивать 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 водичку пусть это будет просто теплая вода или та вода которая вам нравится по вкусу или вода с лимоном который будет немножечко щелачивать то что все процессы когда интоксикация это закисляющие процессы в нашем организме пейте как можно больше то что если вы не будете пить через рот то вы сможете разболеться и тогда вас будут раскапывать прокапывать через вену а это уже совсем плохая идея поэтому лучше пить всегда через рот люди спрашивают елен если я заболеваю нужно ли там мне знаете что я всегда говорю физическая нагрузка это то что нас спасет это то что сделает вас не стареющим человеком вот если вы заболели просто ложитесь и отдыхайте это время почитать какой-нибудь новый журнальчик кстати скоро выйдет журнал старости нет или как оставить своего доктора без работы новые новый выпуск который будет посвящен жирам вот кстати если вы владелец книги старости нет вам 20 процентов скидка купон скидки вы будете видеть в ваших чатах вот поэтому не упустите свой шанс пожалуйста вот ну а это это время полежать это время подумать это время восстановиться не надо бежать на пробежку если вы начинаете заболевать не надо начинать новые дела если вы начинаете заболевать дайте возможность организму отдохнуть и перезарядиться и выздороветь соответственно надо ли есть когда вы болеете надо но не Не заставлять себя. И, как правило, это очень простая еда. Например, куриный бульон из домашней курочки – это то, что даст вам необходимый строительный материал для работы иммунной системы. Легко доступный белок, но не перенагрузит вашу пищеварительную систему, потому что пищеварительная система отвлечена. То есть организм делает другие дела, и, честно говоря, организму не до переваривания вашей пищи. Замечали, когда вы болеете, вы не хотите есть. Вот не хотите есть и не надо. Ну, максимум что-нибудь легенькое. Ну и, конечно, пожалуйста, ограничьте себя от ваших домашних, которые еще не заболели. То есть это должна быть отдельная посуда. Ну, что мне вам говорить? Отдельная посуда, отдельные полотенца для того, чтобы вы не заразили ваших домашних, потому что придется потом еще и за ними ухаживать. Витаминов в период болезни должно быть много, поэтому если у вас есть какой-то поливитаминный комплекс, защитная формула, суперкомплекс или какие-то вы другие используете, используйте их, пожалуйста. Потому что организму трудно обычную деятельность ежедневную делать, потому что у него воспалительный процесс. Поэтому, конечно, используйте любые поливитамины. Ну, я должна вам сказать, что любая болезнь – это тоже обучение для иммунной системы. Иммунная система, впервые столкнувшись с этим вирусом, сделает иммуноглобулины памяти. И, возможно, в следующий раз, когда вы встретитесь с похожим вирусом, инфекция будет протекать не так бурно. Еще спрашивают, есть ли вакцинация от коронавируса. Ну, слушайте, какая вакцинация? Вообще от вирусов вакцинировать – это нереально, потому что вирус попал ко мне, прошедший через мой организм, поменял антигенную немножечко структуру, перешел к другому человеку, через его организм прошел другую антигенную структуру, немножечко уже имеет. Поэтому сделать вакцину – это потенциально проблематично, потому что бесконечно меняется антигенная структура. Поэтому здесь ответственность только на нас. Пожалуйста, помните, что самое 90% пользы для своего иммунитета вы можете делать в течение года. И только 10% пользы тогда, когда уже действительно заболели, вот это скорым выходом из проблемы. Конспект здоровья на всякий случай под этим видео. Все конспекты здоровья, по-моему, скорая помощь при вирусных инфекциях – это конспект здоровья номер 2. Пользуйтесь, пожалуйста. Пусть у вас всегда дома будут средства скорой помощи. Подарка, витамин С и щелочное питье. Субтитры подогнал «Симон»!